Вы хотите сделать свою туи пышнее? Хотите, чтобы она выглядела ухоженной, аккуратной? Тогда вы, наверное, уже задумывались о стрижке туи. Действительно, с помощью стрижки туи можно сделать более пышной, набитой, максимально декоративной, сдержать ее рост, сделать ее веточки более крепкими, чтобы они не обламывались, не разъезжались под тяжестью снега. Но вы, наверное, боитесь делать что-то не так по неопытности, навредить своей туи. И вы, наверное, ходите кругами и не знаете, с чего начать. Мне это все знакомо. Надеюсь, что после просмотра этого видео вы наконец решитесь. Ваши страхи исчезнут, потому что получите пошаговую инструкцию, формирующую обрезки туи, основные правила обрезки туи, когда, как и что именно делать. Только нужную информацию и советы по формированию кроны. А также в конце видео я отвечу на самые частые вопросы, которые возникают в связи со стрижкой, обрезкой туи. И покажу свою тую, результат своей ошибки, неправильной обрезки, который я совершила по неопытности, когда только начинала создавать свой сад. В описании под видео вы найдете тайм-коды, которые помогут вам быстро перейти к наиболее интересующей вас части видео, к конкретному вопросу, на который вы ищете ответ. И да, это видео не для профессионалов, а для новичков, для начинающих садоводов. Итак, начнем. Для стрижки туи вам потребуется секатор, возможно сучкорез, если туя у вас уже довольно взрослая и придется удалять толстые веточки. Ну и самое основное, это садовые ножницы. Они бывают механические, самые простые, бывают электрические. Я вам советую начинать с механических, если опыта стрижки туи у вас нету. Так будет меньше шансов отстричь больше, чем нужно. Инструменты должны быть хорошо наточенными, чтобы они делали ровный срез, а не заминали ткани туи. Это даст дереву быстрее восстановиться после стрижки, заживить ровный срез туи будет гораздо проще и быстрее. Проследите, чтобы инструменты были острыми. Вы можете легко это проверить, если возьмете лист бумаги и разрежете его. Если срез замятый, значит ваш инструмент нужно наточить. Если же срез аккуратный, не замятый, значит все отлично. Приступаем. Помним, что наиболее подходящая погода для стрижки туи пасмурная. Нельзя стричь после дождя, когда туя мокрая. И смотрите прогноз, чтобы в день стрижки и в последующие 2-3 дня не было дождей. И основное правило, которое вы должны запомнить, чтобы не навредить своей туи, не убирать больше 1-3 зеленой массы дерева. Итак, пошаговая инструкция, формирующая обрезки туи. Первый шаг. Осмотрите тую. Если вы видите признаки болезни, то отложите обрезку, сначала подлечите дерево. Если же с туечкой все в порядке, она здорова, то продолжаем. Второй шаг. Удалите все поломанные, поврежденные веточки, как снаружи, так и внутри кроны, а также веточки без хвоя. Не оставляйте пенечки. Обрезайте сухие ветки прямо у основания, возле ствола. Уберите сухую, желтую или черную хвою. То же самое и внутри, и снаружи. Когда вы почистите туи, переходим к третьему шагу. Третий шаг. Это уже сама формирующая стрижка. Начинайте с легкого. Если вы никогда раньше не занимались стрижкой туи, то не нужно сразу начинать со сложных форм, например, со стрижки спиралью. Вам сначала нужно набить руку на самой простой легкой стрижке. Я бы посоветовала начинать с подравнивание кроны. То есть не придание кроне нового силуэта, а поддержание ее натуральной формы, просто в более аккуратном виде. Осмотрите туи со всех сторон. Обратите внимание на ее форму и соотнесите уже имеющуюся форму с той, которую хотите получить после стрижки. Посмотрите, какие веточки или даже целые участки кроны выбиваются из правильной формы. То есть мы работаем только с наружной частью кроны. Внутри веточки мы не трогаем. В процессе работы постоянно отходите на 2-3 метра. Можно и дальше, если туя большая. Смысл в том, чтобы вы ее видели целиком, во весь рост, чтобы оценить, правильно ли вы подстригли тот или иной участок. Не состригайте сразу очень много. Лучше немного состричь, отойти, посмотреть. Если видите, что недостаточно состригли, значит еще подстричь. Снова отойти, посмотреть. Не ленитесь делать именно так. Это оградит вас от многих проблем. Потому что если вы отстрижете больше, чем нужно, то придется заморачиваться, как-то это исправлять. И хорошо, если возможность исправить будет. Но бывает и так, что это уже невозможно. Туя может оказаться изуродованной. Придется выправлять весь силуэт дерева, снимать много хвои, потому что сам этот участок уже не заполнится. Веточки здесь будут отрастать, но на нормальных участках, на которых не надо ничего исправлять, они также будут отрастать. И картина не поменяется в целом. У меня есть бедная туя. Как раз таки она до сих пор напоминает мне о моей ошибке. Она была первой. Именно с нее я начинала осваивать стрижку. Крона у нее была очень редкой. Я решила начать ее загущать. Постригла туя по всему периметру. Но именно в этом месте она была наиболее лысенькой. И по неопытности я решила именно в этом месте снять побольше, чтобы здесь она получше загустилась. Она конечно загустилась, но как вы видите, до сих пор в этом месте располагается самый узкий участок. Ее можно выровнять, срезать части над ней и под ней, как бы выровняв их по этому узкому участку. Но я пока что не решаюсь, потому что она будет уж очень выделяться своим стройным силуэтом из рядом растущих туй. Они все толстенькие, а она будет узенькой. Так что такая вот была моя ошибка. Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ошибаться это нормально. Мы учимся на своих ошибках. Но от себя я бы вам посоветовала учиться стрижке на тех туях, которые растут у вас не на видном месте, не на парадном. Чтобы если вдруг вы, так же как и я случайно, что-то не так нахимичите, это не так сильно бросалось в глаза. Если у вас нет цели придать туе правильную аккуратную форму, а вы просто хотите, чтобы она стала гуще, то укоротите каждую веточку, находящуюся внутри кроны и снаружи, на одну третью. Вскоре возле места среза прознется много почек, которые станут веточками. В последующем каждую из них вы также укоротите на одну третью, что в свою очередь снова простимулирует образование новых почек, которые станут веточками. Каждую из них вы также укоротите на одну третью, ну и так далее, пока не получите такую пушистую набитую крону, которую вы всегда хотели. Вы можете скомбинировать оба этих варианта, чтобы туя была и пышной, и имела правильную аккуратную форму. То есть подрезать веточки внутри туи, выровнять силуэт, и потом пройтись по внешним веткам, отрезать одну третью каждой веточки. Но в погоне за пышностью, помните о том, что слишком густая крона, это тоже нехорошо для туи, потому что в крону должны попадать солнечные лучи, она должна обязательно проветриваться, иначе там будет легко обустроиться каким-то вредителем, болячком. Так что если у вашей туи крона очень загущена, то ее нужно проредить, удалить несколько веточек внутри кроны. Но выбирайте такие ветки, убрав которые, вы не испортите общий силуэт туи. Тут нужно делать это очень обдуманно, не спеша, иначе может получиться проплешина, какое-то искривление силуэта. Ну и также помните, что нельзя удалять более 30% общей массы. Четвертый шаг. Потрясите тую, чтобы с нее осыпались все состриженные веточки. Если где нужно подправить ветки, подправьте. Пятый шаг. Пролейте туи водой под корень после стрижки. Это связано с тем, что после стрижки увеличивается скорость испарения влаги. Малышам нужно 5-10 литров воды, а взрослым деревьям от 30 до 50 литров. Поливать нужно раз в неделю в течение месяца после стрижки. Теперь давайте разберем самые частые вопросы об обрезке туи. Срезать верхушку или нет? На этот вопрос нет одной единственной правильной рекомендации. Все зависит от целей, которые вы преследуете. Если вам нужно, чтобы туя быстрее набирала высоту, для вас это самая важная цель, то макушку не трогайте. Точнее не трогайте проводничок. Ветка проводник это самая верхняя веточка, которая является продолжением ствола, то есть это будущий ствол дерева. Веточки, которые находятся рядом с проводником, их вы можете подстричь, а также подстричь бока туи, а центральный проводник оставить. Тем самым вы не затормозите ее рост, а наоборот даже ускорите. В таком случае туя будет более высокой, при этом более узкой, то есть все силы пойдут в рост. Если же вам нужно сдержать туи в росте или сделать туи более пышной и широкой, то верхушку нужно будет состричь. Тогда будут активнее развиваться боковые ветки, туя начнет лучше куститься и станет пышнее. Также верхушку нужно стричь, чтобы со временем туя не оголяла низ. Если вам важно, чтобы внизу оставалось хвоя, туя была пышной внизу, то макушечку состригайте. Можно выбрать золотую середину, то есть не состригать верхушку целиком, а убирать лишь 1 третью молодого прироста и постричь туи бока. Таким образом вы ее рост не сильно тормознете и простимулируете нарастание объема. Если же ваша туя выросла до предельной для вас высоты и вы не хотите, чтобы она была выше, то просто каждый год убирайте верхушку. И чтобы она не имела неестественный вид, подрезайте верхние веточки в форме треугольника, ну или более закругленной формы, как вам нравится. Главное, чтобы это все выглядело естественно. Ну, опять-таки, если вам нужна эта естественность и природная форма, тут уже все зависит только от вас, от вашего вкуса. Нужно ли обрабатывать срезы? Тут мнение расходится. Кто-то обрабатывает более крупные срезы садовым варом, кто-то нет. Я отношусь к второй категории, объясню почему. Вообще, зачем обрабатывается срез? Потому что ткани растения при обрезке, естественно, повреждаются. И, конечно, каким-то болячкам легче проникнуть через рану, там, где ветка не защищена, сосуды растения открыты. Но природа заложила защитные механизмы. Если бы их не было, то растения при каких-то повреждениях не могли выжить. Туя при повреждении ствола или ветки начинает выделять смолу, которая защищает срез. И садовый вар может даже помешать естественному заживлению. Поэтому я со срезами ничего не делаю и ничем их не обрабатываю. Единственное, срез должен быть ровным, не замятым. Тогда туя будет проще его затянуть. Так что, если я стригу электрическими ножницами и вижу, что где-то веточка обрезана некачественно, неровно, она замята, то я делаю новый срез острым секатором. Вот и все. Проблем не было. Главное – стричь в сухую пасмурную погоду. Когда делать обрезку? Санитарную обрезку делают, как правило, весной и осенью. Иногда при необходимости повторяют летом. Ну и осенью обязательно убираем пожелтевшую хвою внутри кроны. Ну и снаружи тоже, конечно. Удаляются высохшие веточки, поломанные снегом, каким-то образом поврежденные. Четких сроков тут нет. Делаем по возможности, но обязательно делаем. Формирующая обрезка проводится с начала мая и до конца сентября. Это прямо смело. То есть в плюсовые температуры закончить формирующую обрезку нужно приблизительно за 2-3 недели до наступления морозов. Как помочь туе восстановиться после обрезки? Стрижка это стресс для растения. Поэтому после того, как вы подстригли тую, можно обработать ее эпином, цирконом или HB101. Эти препараты антистресс. Они помогают растению прийти в себя быстрее. Ну и также пролейте туя водой. Это тоже ей очень поможет. Каким образом стрижка влияет на пышность туи? Вскоре после того, как вы обстригли ветку, возле места среза начинают просыпаться почки, которые со временем превратятся в веточки. Растение понимает, что потеряло часть ветки и старается восстановить ее. Начинают просыпаться спящие почки. Почки на ветке, на стволе туи появляются во время всего вегетационного периода. И без стрижки в том числе. Но после стрижки их появится намного больше. А это значит, что туя будет гораздо пышнее. И если в следующем году вы подстрижете веточки, выросшие из вот этих вот только что появившихся почек, то на них также образуется большое количество почек, которые станут веточками. Ну и так далее. Если будете стричь тую хотя бы раз в год, это уже даст отличный результат. Из гадкого утенка туя превратится в шикарное пышное растение. В случае с туями стрижка действительно дает отличный результат. Она очень хорошо стимулирует наращивание новых веточек. Если вам нужна пышная туя, то стрижка это ваше главное оружие. Что такое молодой прирост? Это часть побега, часть веточки, которая выросла за сезон. Это продолжение прошлогодней ветки. Молодой прирост имеет зеленый и желтоватый оттенок. Он не одревесневший, гибкий. К осени он становится темнее, начинает становиться жестче, одревесневать. И по молодым приростам как раз и определяется, сколько туя прибавляет в росте за год. Допустим, боковые приросты на вашей туе 5 см. Это значит, что в ширину туя разрослась на 10 см. А если это проводничок, и вы намерили, допустим, 15 см, значит на 15 см выросла ваша туя за сезон. Как стричь живую изгородь из туи? В этом видео мы с вами рассматривали стрижку отдельно растущей туи. Но есть другой вид обрезки. Это стрижка живой изгороди, зеленой стены из туи. Тут все немного по-другому. В этом случае мы не рассматриваем тую как единичное растение, а воспринимаем все туи, высушенные стеной, как один организм. Мы не уделяем внимания одному конкретному растению, а мыслим глобально, в масштабах всей живой изгороди в целом. Здесь наша задача сделать стену однородной, единой, чтобы не было видно отдельно растущих туи, чтобы границы конкретных растений потерялись, размылись, чтобы они выглядели сплошным монолитом. Все туи выравниваются по высоте и по бокам. Здесь уже очень сложно обойтись без электрических ножниц. Для поддержания четкой формы необходимо стричь живую изгородь минимум раз в год, лучше два. Здесь еще многое зависит от того сорта туи, который вы выбрали для создания стены. Если это смарагд, колумна, то раз в сезон будет достаточно постричь. Если же барабант, то два-три раза, потому что он очень быстро разрастается. В этом и его плюс, и его минус. В связи с его быстрым ростом придется чаще ухаживать за живой изгородью. Чуть позже я обязательно сделаю подробное видео о том, как правильно сделать живую изгородь из туи, как за ней ухаживать, только факты. У меня на канале уже есть видео, где я делилась своим опытом создания живой изгороди из туи, рассказывала свою историю. Ссылочку на этот видеоролик я оставлю в описании, можете посмотреть. Но я хочу сделать более подробную, четкую инструкцию, которая будет содержать максимум полезных советов, информации и важных моментов. Нужно ли убрать вторую макушку у туи? Ну, смотрите, тут больше зависит от вашего вкуса. Туя с несколькими макушками всегда пышнее. Макушек может быть и несколько, не обязательно две. Туя просто начинает расти не в один ствол, а в несколько. Такая туя будет смотреться более пышной, но она будет расти медленнее туи того же сорта, но у которой один ствол. Это связано с тем, что ее силы рассосредоточены на несколько стволов, на большую массу хвои, поэтому в росте она будет подтормаживать. Именно такие туи с несколькими макушками хорошо подойдут для живой изгороди. А если вам хочется сформировать тую на штампе, ну, допустим, шарик на ножке, то нужно будет выбрать тую с одним стволом. Если же у вас уже растет такая туя с несколькими макушками, и она вам нравится, то зачем с ней что-то делать? Если не нравится, то вы можете состричь эти макушки, оставить одну, самую центральную, самую высокую, и периодически поддерживать эту форму. Все зависит только лишь от вашего вкуса. Лично меня никак не напрягают дополнительные макушечки. Как обрезать ветку на одну третью? Смотрите, вы берете веточку от ствола до кончика. Это у вас 100% длины. Визуально делите ее на три равные части. Две части возле ствола оставляете, а оставшуюся одну часть, сам кончик ветки, обрезаете. Не нужно вымерять линейкой, это все приблизительно делается на глазок. От почки нужно отступить 2-3 сантиметра, потому что срез будет подсыхать. И чтобы вместе с ним не подсохла и почка, лучше отступить 2-3 сантиметра. Поможет ли формирующая обрезка старой туи стать пышнее, аккуратнее? Да, сможет. Конечно, если она уже шириной 5 метров, то метровую ширину из нее уже не сделаешь. Но что точно можно, это сделать туи пышнее, несколько раз в год заниматься стрижкой, снимать по половинке молодого прироста. Если регулярно это делать, она обретет другой вид, будет пышной и аккуратной. Я надеюсь, что вам эта информация пригодится, поможет. Не бойтесь стричь туи, они очень хорошо отзываются на стрижку. Главное, не состригайте больше 30% зеленой массы. Из туи все будет в порядке. Но самое лучшее, это стричь понемногу, но чаще и регулярно. И начинать стрижку на следующий год после посадки. Каждый год по чуть-чуть стричь всю туечку, формировать ее с детства. Так она не будет испытывать большого стресса из-за каких-то кардинальных обрезок. Благодаря обрезке она не только будет выглядеть декоративнее, но и у нее будут более прочные веточки за счет того, что они не будут слишком вытянутыми, будут более коротенькими, толстенькими, крепенькими, что поможет им не ломаться от снежных шапок, не разваливаться в разные стороны от снегопадов. Если у вас остались вопросы, что-то осталось непонятным, то пишите их внизу под этим видео, в комментариях. Я обязательно отвечу. И также делитесь своим опытом стрижки туй, положительным опытом и отрицательным тоже. До новых встреч в следующих видео. Я вас целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok